МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнаценко. Глядите ухэтым выпуску. Час судов и добрых справ. Подарить новогодний настрой кожному детяте. Головная мета акции «Наши дети». Супродзение наркопогрозам. Выники работы ухэтым на керунку сёння разледили на посаджении облывы Конкама. Святочный рейс. Два автобусы у шостым автопарку пера пранули в новогодние костюмы. А замест водителям и кондукторов зараз там Дедмороз и Снягурка. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Акцию «Наши дети» потребляют простойники самых разных сфер и на всех узровнях. Напереда дни Нового года директор Республиканского центра по оздоровлении санаторно-курортным ляченни насельництва Геннадь Балбатовский наведал санаторий Пралеска Жлобинского района. Для детей на отпочинку подрихтовали театрализованную программу, на приканцы якой они отрымали от Республиканского центра «Подарунки». Подробязнасти – у наступным сюжете. Сёння у дитячем реабилитационно-оздоровленшем центры Пралеска отпочивают 458 детей. Яны проехали у Жлобинский район со всей в области. За пандемией для сферы санаторно-курортных ляченни год оказался непростым. Тем не менее, шпильное выконывание профилактичных мер дозволило установе не только захавать цикавость отпочивающих, а лей сбирахчих здоровья. Дети все окружены вниманием и заботой. Первое, что мы создали все условия для соблюдения дистанцирования, для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Поэтому у нас результат – дети не болеют, активно ведется вся воспитательная работа. Почасто от реализованной программы детей забавляли Дед Мороз, Снягурочка, Ёлка и навод Малефисента. Дорослые организовали усе таким чином, как малые могли позбегнуть тесного контакта один за одним. Миновито-детящее оздоровление изъявляется приоритетным направлением санаторно-курортной сферы Беларуси. Приоритетом деятельности Республиканского центра является оздоровление именно детского населения нашей страны, потому что традиционно около 80% средств, выделяемых Республиканскому центру, идет на оздоровление детей. Это ни много ни мало сумма эквивалентна ежегодно около 70-80 миллионов долларов. У санатора и пролезка отпочивают дети за радиационно забрудженных кутков в области. Акция «Наши дети» – черговая нагода подарить им увагу и тепленью. На 5-е дни новогодних святов это особенно актуально и каштовно. Миколай Скентеян, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель» Жлобинского района. Веншевание депутата Национального схода и Галинового профсоюза, а так само театральная постановка в выполнении наученцев. Сегодня до акции «Наши дети» долучилась и Гомельская детячая школа «Мастерство номер 5». На новогоднем святе побывали наши корреспонденты. Эта установа добра вядомая за межами нашей в области. И не только тому, что и она одна из самых великих в Беларуси. Зараз у Гомельской детячей школе «Мастерство номер 5» научается около 1100 человек. Ее выхованцы 34 разы становились степендиятами специального фонду президента по поддержке теленавитой молоди – 12 Гомельского областного и 19 городского выканавчих комитетов. У школьных скарбонцев так само узнагороды советы министров и дипломы престижных международных конкурсов. Ибо дай самое главное – тут саправды любят своих наученцев. И лишат, что не теленавитых детей не бывает. Потому что у кого лучше, у кого хуже. Но дать основы грамотного рисунка, грамотной игры, слушание музыки обязательно можно всем. Всем. Без исключения. У нас нет неталантливых детей. Все дети талантливые. У рамках акции «Наши дети» все ли то у святи у школы мастерства упрямляют удел старшиня областного профсоюза работников культуры Михаил Жукевич и депутат палаты представников Александр Данченко. На сцене театрализованное представление, якое подрыхтовали навученцы разом с наставниками. Новогодняя каска об борьбе добра и зла. Головные роли у выхованцев узорных ансамблю «Креда», який, як свержае керавництво установы, имкнется выкорыстовывать лепшие, сусветные, драматургичные напрацовки. Отрамливается настолько цикава и видовишна, что усим хочется верося в новогодний суд и реализацию усих пожаданню. Новый год – это самый единственный праздник, как сказка. Мы в каждом возрасте мы всегда ждем какого-то чуда. И поэтому я желаю вам всего самого лучшего и чтобы у каждого из вас в новогоднюю ночь сбылись все мечты, которые мы ждем. Потому что каждый человек ждет чего-то. Хоть маленький, хоть большой взрослый человек. Маленькие дети пускай дождуться тех подарков, которые они написали Деду Морозу. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У рамках республиканской акции «Наши дети» ладится традиционное мероприемство у Новый год с Белой Руссю. Пандемия не дозволила зарабить акцию такой масштабной, як у минулые ходы. Тым не меньше, означают организаторы, свято не могло не отбыться. Для детей, из малозабеспеченных и шмадетных семьях, супрацовники Гомельской средней школы номер 47 подрихтовали театрализованное шоу. Профессийные фитнес-инструкторы провели с ними зарадку, кабнахадать. Здоровыла от життя – это важно. Зразумело, не обойшлося без солодких подарунков. Областная организация «Белая Русь» имкнется подарить тепленью и клопот усім, хто мая у гэтым потребам. Хотелось бы сказать, что самый волшебный и чудесный праздник – это именно Новый год. Потому что все мы ждем чудес. И лишний раз хотелось деткам нашим подарить тепло и добро. И чтобы они верили, что мечты, желания сбываются только надо. Очень хотеть. До святочных падей мы еще вернемся, а зараз до инших тем. На сегодняшнем посяджении Аблвы Конкама проанализовали меры по супродзенне незаконному обороту наркотиков. Об эффективностях этой работы можно мерковать по тем факте, что за опошние пять годов колькость зарегистрованных наркозлочинств в регионе снизилась больше, как на 35%. Сегодня суперпроизводители милиции научились эффективно реагировать на все наркопогрозы. Только в этом году до криминальной отказности в регионе притягнуто 288 человек. У Тумлику 79 за сбыт забороненных речевов. В ходе оперативно-вышуковой деятельности перекрыты некольки каналов поступления наркотиков в Беларусь. Ликвидованы 9 помешканей, которые выкрыстовывались для выросшивания наркоутримливающих рослин. Для больше эффективного супродзения незаконному обороту наркотиков на Гомишчине створено подразделение аналитичной разведки. Его деятельность позволила затримать больше, как 40 особ у темлику операторов, оптовых и розничных курьеров широку виртуальных хандлевых наркопляцовок. Оканчивая 2020 год мы имеем неплохие результаты в оперативно-служебной деятельности по перекрытию каналов поставки особо опасных психотропных веществ на территорию Гомельской области, а также Республики Беларусь в целом. По документированию противоправной деятельности лиц, которые организовали помещения специально приспособленные для выращивания наркотических средств. Имеем неплохие результаты по противодействию киберпреступности, а также хорошие результаты есть у нас в проведении профилактической работы по популяризации здорового образа жизни. Профилактика правопорушений прокуратура Гомельской области провела вочно-дистанционную коллегию с правоохоуниками региона. На года для нарады несутешальные выники. Управнание с минулым годом все лето на Гомельщине означается повеличение колькости забойствов и выпадков на умысного причинения тяжких телесных пошкодженев. У основных яны житяуляются особами, которые злоуживают алкогольными напоями, а также находятся на разных видах улику. Кировниство структуры ознайомилось со справоздачами районных прокуроров и вызначило план ДНО выправить статисты материальное положение. Прокуроры ориентированы на усиление надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений и преступлений. Как затычатся гэтага года, запланованные работы по открытии станции обезжалезвания будут выполнены в полном объеме. Повышенное утремание железа для Гомельской области зауседы было значной проблемой. Ранее она выращалась в основном убойных городах, где будавались великие станции обезжалезвания. Новые технологии очистки и сучасное обсталевание дозволило не только распаусюдить гэтый процесс на сельские населенные пункты, но и сделать очистку меньше затратной. Сгодно с директивой президента об удосконаливании развития жилево-коммунальной господарки краины до 2025 года усе спожилцы повинны быть забеспечены якосной пятной водой. Для досягнения этой меты летось на Гомешшине реализовали 43 проекты. Все лето эта лечба повеличится. В этом году было запланировано ввод 50 станций подключения одного населенного пункта и строительство двух населенных пунктов Рарскважина, которые обеспечили бы чистой питьевой водой соответствующие населенные пункты. На сегодняшний день 47 станций введено в эксплуатацию. Три объекта еще завершают свою работу. Поэтому по году мы намеченные планы выполним. Обеспечим порядка 30 тысяч жителей чистой питьевой водой. Звучайный 17-й гомельский автобусный маршрут с сегодняшнего дня стал казочным. Два автобуса в 6-м автопарку перепранули новогодние костюмы. А замест водителям и кондукторов зараз там Дед Мороз и Снягурка. Их это не все отсюда. Завтра и 31-го холодные новогодние персонажи будут дарить пассажирам солодкости. Светками казочного старта святочных автобусов стали наши корреспонденты. Марина Северянова Северянова и пират садится святочный автобус 17-го маршрута лучше выучить новогодний вершик. Оплатить проезд все ровно придется, а за поэзию можно будет отримать целую кишень цукерок. Ходить спрашивать сказочки, спрашивать любишь ли свою маму дарить конфеты как детям, так и молодым парочкам. Водитель так само поспел ужиться в новую роль Деда Мороза и обязывает перетворить поездку по обычной маршруте указочные пригоды. 10 будем, насколько мне сказали. Приехал из Лапландии, выучил я только в силу моего возраста. Все-таки 863 года, это же вам не шутки. Только 17-й какой-то. Сейчас гляну. О! Что вы нам покажете? Стихи, да? Нет, маршрут. Новогодний маршрут. НГ и 20 НГ. Если поможет мне моя помощница Снегурочка, будем ездить по остальным. Пассажиры первого рейса, которые отправились из Кленковского микрорайона, таки новогодний сюрприз от автопарка восприняли с радостью. Торослые кажут, что отшули себе указцы, какой так многим все лето не хотела. Создает максимальное праздничное состояние и даже приятное поднимается приедем с такого автобуса. Настроение совсем другое. Еще одна задумка. Два автобуса, один опранутый в костюм Деда Мороза, други Снегурки, будут сустракаться на улице Мазурова. И это так само будет видовищно. Чекается, что на святочных рейсах можно будет прокатиться до годины ночи первого студента. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания Гомель. Новый год ближается и урачи раяць великим компаниям сустракаться на открытым поветры. Тем больше, традиционные святочные пляцовки будут працевать у каждой районе Гомеля. Урачистости разгорнутся каля палацов культуры фестивальных гомсельмашка Стюковка, кинотеатра Мир, Лядового палаца и на площади Ленина. Они начнутся прикладно о полове первой годины ночи первого студента. Вы уже видите, наша площадка работает, установлена сцена, елка, иллюминация. Будет организована программа в этом году. В основном такой упор сделан на интерактив. Вы понимаете, что с учетом рекомендаций в нестабильную пандемическую ситуацию мероприятия, как правило, переведены у нас в формат улицы. Поэтому усилились здесь и, конечно, начинает работать площадка с вечера и до четырех утра. У новогоднюю ночь каля-головной елки в области запланованный концерт с уделом столичных артистов, которые представят барабанное шоу. Уходя на ночи на площадь Ленина будет запущен фейерверк. А кроме того, с 25-го снежня там приемая гостей открытая резиденция Деда Мороза. У перед святочные дни пропонуют святочное представление и установы культуры. Так у драматичным молодежным и театры лялек проходят ранечники для детей. Свои программы есть и в Палаце культуры. До приклада фестивальным пропонуют интерактив, а в Белецком в Першиню организовали онлайн резиденцию Деда Мороза. На всех закрытых пляцовках выполняются меры по профилактике ковида. Денечает масочный режим и можно опрацовать руки антисептикам. Упрыгож елку с правилами дорожного руху. Творчая акция под такой назвой новогодние цацки и упрыгож ванне. Ёлку треба сфотографовать и выкласть из дымок у инстаграм с хэштегом упрыгож елку с ПДР або дослать на электронную пошту. Все работы будут опубликованы. Старт челленджу дали школьники, переможцы областных и республиканских творческих конкурсов Державто инспекции. Им подчас мероприемства уручили дипломы и корыстные подарунки. Суть акции заключается в том, чтобы в период зимних каникул в предновогодние праздники дети совместно со взрослыми своими родителями украшали своими руками игрушки поделки, которые пропагандируют безопасность дорожного движения. Я люблю свою краину. Флешмоб под такой назвой организовала молодь Гомеля. Под эгидой Советского районного комитета БРСМ наученцы мясовых школ и средних специальных установ собрались на пляс цыкаля ГДТУ имя Сухого, чтобы сделать яскравую видеопаштовку. Молодые люди подрихтовали танец и сподяются, что их инициатива порадует всех будущих глядачов виде. Идея флешмоба возникла спонтанно. Его отделники хотят таким чином повиншовать родный город с надходящим Новым Годом и пожелать ему больше светлых ден. На самом деле в предновогодние праздники все привыкли поздравлять друг друга смс-ками, видеопоздравлениями. Молодежь советского района решила не оставаться в стороне и записать поздравительный флешмоб, чтобы в следующем году в нашей стране было благополучие, счастье, достаток у всех. И именно молодежь советского района будет стараться делать так, чтобы в нашей стране было все на высшем уровне. Это а так самая новина. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. На пожаре в Калинковическом районе погиб пенсионер. Возгорание произошло в деревне Вадовичи. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество в доме. При разведке спасатели обнаружили внутри дома мужчину без признаков жизни. Он проживал там с разрешения родственников хозяйки. Предполагаемая причина возгорания неосторожность при курении. Всего за минувшие сутки на территории Гомельской области было три пожара. Повреждены два строения. Десять раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. А вот что осталось от дома в деревне Чкалово Гомельского района. Кровля и деревянная обшивка внутри уничтожены, но пострадавших нет. Предполагаемая причина нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По тем же причинам случился пожар в Гомеле на улице Октябрьской. У хозяйки квартиры выгорела комната. Отгрузил мимо кассы почти тонну зерна пшеницы. В Рогачевском районе оперативники задержали водителя, который присвоил товар для корма домашнего скота. Сотрудники АБЭП согласно полученной информации просто дождались водителя там, где он должен был выгрузить часть зерна. Мужчина остановился, взял лопату и сгрузил почти тонну продукции. Ну а дальше стал фигурантом уголовного дела. Перевозчик воспользовался тем, что весы на предприятии, где он получил товар, не работали, поэтому после питстопа хотел взвесить массу груза в пункте доставки. Задержанный пояснил, что отсыпал пшеницу для кормления домашнего скота, которого у него, к слову, пока нет. В Калинковическом районе сотрудники ГАЭ оказали помощь водителю. Он остановился на трассе из-за неисправности электрооборудования. Попросту говоря, не включался свет фара. В темное время суток продолжать движение с такой неисправностью было нельзя. Инспекторы заметили, что у автомобилиста проблема, остановились, а потом сопроводили его до ближайшего места стоянки. Лучше отдохните, поспите, хорошо? Тут, если что, мы скажем оператору, чтобы какую-то вам хоть помощь оказывал, если вдруг что-то надо. Хорошо. Спасатели Светлогорского района напомнили школьникам и рыбакам об опасности льда. С целью предупреждения несчастных случаев они провели специальное профилактическое мероприятие. Это совместная работа МЧС и освода по предупреждению населения о том, что во время неустойчивой морозной погоды выход на лед может представлять опасность. Кроме того, спасатели продемонстрировали молодежи, как правильно оказать помощь человеку, который терпит бедствия на льду. Побеседовали с рыбаками и развесили предупреждающие таблички. На сегодня это вся информация. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Прошли первые матчи четверть финала Кубка Беларуси. Мини-футбольный клуб ВРЗ обыграл Борисов 900 со счетом 3-0. Галы сбивали Лось, Клочко и Заяц Матиевский. Еще две команды региона встретились в областном дерби. На паркете спорткомплекса Локомотив сыграли БЧ и ЦКК. Итоговый счет 6-2. У железнодорожников голами отметились по одному разу Лемешко и Книга, по два Мазной и Евдокимов. У Светлогорской дружины дважды занес свое имя в протокол Даниил Орехов. Ответные матчи пройдут 27 декабря в Светлогорске и Борисове. В Гомеле 26 декабря пройдет открытый Кубок области по легкой атлетике. Открытие в 10.30. Сразу после торжественной части начнутся соревнования в программе «Бег на короткие и длины дистанции», «Прыжки в длину и высоту», «Прыжки в шестом» и «Метание ядра». Бороться за награды будут взрослые, молодежь и юниоры. Отдельная соревновательная программа «Новогодняя сказка» будет организована для дошкольников. В эти минуты проходят поединки чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралиги «Гомель» играет с «Шахтером». Последний в этом году матч пройдет 27 декабря. Подопечный Сергей Стасев встретится с «Оршанским локомотивом». Начало в 17.30. Сыгран перенесенный матч четвертого тура чемпионата Беларуси по волейболу среди команд высшей лиги дивизиона «Б». Волейболистки «Гомельской надежды» одержали уверенную победу над столичной дружиной «РГОР-2006». Представительницы нашего региона не позволили гостям оставить за собой сеты. Счет встречи – 3-0. С новостями спорта ознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова